Приветствую всех, комрадов! Ну что же, нам так и не дает покоя этот овраг Сегодня я побеседовал с отцом Евгения, с Александром Он дал более точное объяснение тому, где может находиться клад Описал всю окрестность в радиусе 5 километров Рассказал про много интересных мест Так что мы снова отправляемся туда Потому что в районе советского пруда был закапан Я вот сам когда там был на советском пруду, то на этом я понял, что там, в общем, чтобы обойти и перекопать все, перелопатить То есть это так вроде пруд и пруд, да? А так-то там, когда был на месте, то понял, да, там размеры... Ну, Женька говорит, что он доплывал до середины, и ему как раз, вот вы говорили, что где-то вот на той стороне Ну, в общем-то, да, вот как-то вот вроде там, вот в этих вот ложбинке, вот эти вот как раз, вот где-то вроде как он говорил, что... Ну, короче, вот эти места надо с той стороны, может быть, да Как раз где мы и не ходили в этот раз А вот, а про деда, отец говорил, что у него вот были какие-то вот тоже кувшинчик, не кувшинчик, но какие-то вот золотые монеты тоже там, какое-то, в общем-то скопление было, и вот он эти монеты где-то вот спрятал, ну, как вот я говорил, в районе советского пруда На этот раз мы приехали в более расширенном составе, чтобы уж точно и наверняка вынести клад, если он здесь есть, конечно Никит, что нашел в овраге-то? Хольшак, по-моему Да, и по весу, и по всему своему виду смахивает на фолькл Да, и по весу, и по всему своему виду смахивает на фолькл Ну, это уже интересная находка Поздравляю Я бы на месте дедушки там припрятал Ну, по ходу, почва, почва двигалась, да? Съехала Я думаю, что да Лет за сто Больно, не, я думаю, даже здесь с бульдозером, наверное, двигались Ну, не знаю, как бульдозером, но что-то как-то у нас ничего не находится Нет, нет, я думаю, вот это вот У меня в деревне примерно такой прудик был Такой прудик был Грубо говоря, был маленький овражик Телегами грузили землю И вывозили, и вот Отсыпка идет, вот Отсыпка идет Ну, ты нашел что-нибудь? Чешуйку Чешуйку? Ну, покажи Сейчас покажу Мы так и не поняли, чего Ну, вот, немножко советиков и ранней России Рыбачки потеряли Вот, и там был еще дом На участке, на нашем был дом Вот Ну, а соседи, в общем-то там Ну, люди, может быть, немножко завистливые Там, что В Москву упадали Все там, типа, разбогатели Москвичами стали В общем, однажды они приехали, дом сожгли Вот, и осталась вот там кладовка Такая кирпичная В которой потом мы и жили А вот, в общем-то, сам-то вот дом Сжечь его сожгли А вполне вероятно, что там Плотполь или где-то еще там То есть, заросло просто бурьяном И все Вот, фундамента какового не было Там дом, то есть, обыкновенно деревянный Был, как по тем временам сруб, да Вот А вот Именно в этом месте, где дом стоял Там, в общем-то, может быть, тоже стоит поискать Вот так вот походить как раз Вот У нас в деревне Кличка была Помадино Почему так называли? Потому что Дед был такой, ну, скажем так Продвинутый по-деревенски, да Он ездил в Рязань Привозил одеколон В те времена этим не пользовались, да Вот И его прозвали Помадин Типа того Ты как женщина помадишься Там это как Одеколоном и так далее Вот Вот Прозвали Помадино И он привозил, помимо того Было тоже вот на чердаке Вот на этом Сейчас я уже не знаю, конечно Может быть там все сгнило Много очень этих, как Отец говорил, рукописных книг Религиозных Вот Естественно С рисунками там царей С рисунками святых и так далее Вот Это тоже все Где было, все это там, не знаю Растащили Я так понял, вот этого прадеда Клад мы искали Вот так и не нашли Вот Вот Реликвионные Семейные фото Да Передадим обратно Родственникам Вот Это Интересная находка В Куске цемента Замурован Чертов палец Надо же так Замесила его А может это какое-то поверье было? Суеверие На счастье На удачу Приезжайте в гости к нам Посмотрите Это Хочется посмотреть Вам в деревню Подель Вам здоровья Всем Всех Балахнини Там большой привет Передавай Как она там живет Тоже не знаю теперь Вот Вот так вот Ну уж Анфисты нет Мами Приезжай Саша Мы ждем тебя Так Не отыскав Вклад В овраги Мы решили переместиться В поля Побродить по местным лугам Одно удовольствие Петь Ну говорят Ты Иголку в стогусену нашел? Да нашел аж две штуки Сейчас вот только бы ее из-за кромов Родины достать Ну Запрятал Наверное Буду легко Да Конечно Вещь такая Маленькая Как бы не потеряться А вон нашел Вторая вообще такая Лысенькая Лысенькая Сань Две уже Две уже Две уже Две уже здесь Ну я думаю уже Кошель наверное у тебя тут Мы тебе на подмогу пришли Давайте Ради бога Давайте Перебрались в поле Пошла чешуя Четвертая Олексеньев Михаил 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 Смотри замятая Видишь Потом Где если вот так вот еще походить Что мне отец рассказывал Речка там Истия Вы наверное к ней не подъезжали Это в трех километрах от деревни Вот И Ведутся разработки там уже потом Так называемое место Белая гора называется Потому что много известняка разрабатывают этот известняк А вот на самой на этой Белой горе То есть как бы ну внизу речка идет Да склон вот такой вот он есть белый И потом идет поле И вот на этом поле на склоне Это как раз Белой горы Может быть поэтому и делали Отец говорил что там было какое-то старое Престарое кладбище Там уже сто лет как не хоронили Уже в советское время Там это как все уже Просто распахивали Никакого кладбища нет Но когда он сам там работал Вот именно на плуге Он как-то взял Один сидит за Рулит трактором А другой раньше на плуге Регулирует глубину этого Как у плугов спашки И он взял поглубже Закрутил посмотреть что И вот когда он пошел Вот этот вот плуг Он говорит смотри там Это как плуг начал выворачивать Там какие-то старые ножи Вот эти вот металлические Какие-то все вот эти вот дела Но вот сейчас там на Белой горе Просто я почему говорю Потому что то она была там пустое место А то стали делать вот эти вот разработки Которые какого Известника Есть ли там осталось вот это вот место От кладбища там или нет Вот от старого Ну это уже наверное археологический памятник Какое-то кладбище Так что мы туда не полезем Нет? Не ну это уже уголом наказуемо Ну там как кладбище уже сто лет нету Ну все равно я думаю Для археологов это наверное интересное место Но если они там копаются Смотрите А мы просто на их территорию не лезем Вряд ли там археологи копаются Ну смотрите вы можете во всяком случае Подъехать просто попробовать где-то рядом походить Вот если что-то там зазвенит у вас Или как там найти что-то попробовать Я не думаю что там археологи копались Потому что Не они может быть будут копаться там лет через сто Ну это может быть Если это уже точно наказываемый момент Я просто думаю что это кладбище уже всем богом забыто Там хоронили там еще я не знаю там рыцари или ковозь Там снажание и так далее было Были захоронения Вот Сам мой дед здесь вот эти вот овраги вот эти вот кругом идут Да Вот Когда-то мой дед он говорил вот рассказывал Что он товарищ такой был продвинутый Помадин как бы звали да Он нашел здесь зуб мамонта Вот Потом его отвез в Рязань в местные археологические Это как в музее его сдал То есть там где-то такой здоровенный нашел Как где-то отец мне рассказывал Что я деда не застал Он до моего рождения Вот Петр Павлович Двежий лес Ну тут конечно во много всего ходить Не просто так он называется медвежий Здесь же была тоже деревня Медведева Вот Она полностью вымерла вся Оставались только старые дома Сейчас их я не знаю снесли или нет Она прям стояла вот на краю где-то вот именно леса Вот Мне самому тогда было интересно потому что дома стояли Люди там жили Ну вот распаханная деревня вот это интересно Вот Там вот где-то вот прямо рядом она потому что дома прям Говорю вот стояли такие вот это как Вот Тогда пацаны мне еще местные рассказывали Раньше же люди себе гробы заранее готовили да Вот Которых хоронили Говорят залезали там на чердаки там это гробы были и так далее Но сейчас наверное уже Видит вот как перестройка и так далее растащили я имею ввиду там Может где-то в домах хрикона сохранились Вот это вот А вот тут вот 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 Класс Класс Ну при Любу дорого Еще бы Ну хоть не зря в Рязань съездили да А где холодильники А где холодильники А где холодильники Видишь Видел Видел Вы так махнули вы так махнете Я тебе говорю мы ходили по кругу А у меня Села катушка На Дейусе Я думаю Ну почему их села Ну она же на аккумулятор Ну она же на аккумулятор